Закрыл глаза. Красота. У нас на сегодня помолвка. А я хочу сказать тебе... Подожди, нет. Ифаик, я хочу сначала к тебе немного вырукнуть. Ты не меняешься совсем. И внешне тоже, но только похудел немного. Ты похорошела. Гражданка, позвольте вам вручить артистат об окончании нашей десятилетки. За искусство любви. Отлично. Конспирация. Печерка. Верность. Зачет. Когда уже, когда мои чудовища отец так получат? Что, у Олега в школе проблемы? Ну, как всегда. И что, на этот раз и натворил? Ты знаешь, натворил, это мягко сказано. Он нашел дома новый сборник и выучил, боже, царя хранить. О, боже, откуда у вас дома такие песенники интересные? Это еще моей бабушке. Она была пианисткой, даже шаря-то она аккомпанировала и там нижнюю не контролировала. Ну, в общем, Олег исполнил, боже, царя хранила, уроки в пении, и подговорил при этом весь класс встать. Ты не можешь? Что ты хочешь? Наши дети первые непугаемые поколения. Да нет, спасибо, мапе. Из этой музыкальной истории нас с мужем могли бы оказывать гораздо раньше срока. О, боже, какая у вас у торг преднов оказывается жизнь тяжелая. Прям врагу не пожелаешь. Ну, правда, это очень непросто, сложно. Мы с мужем в Штатах, они с бабушкой здесь. Ты знаешь, мы через год вернемся. Да, через год. Ты подумала, Ирина ведь школу заканчивает. Так, может быть, ей в Москве поступать? Я с университетом могу помочь. У меня просто половина сокурсников на кафедрах. Ну, скажи ей, пусть факультетом определится. Нет, ну, конечно, пусть она определится, конечно, но, знаешь, она вовсе не в университет. Она замуж собралась. В 10-м классе? Угу. За кого? Ну, да встречается там с одним мальчиком. Ну, правда, знаешь, они вот тоже собираются уезжать. И тоже в эту вашу Америку. У него там дядя, миллионер в Лос-Анджелесе. Стоя же. А ты не забираешься? Уезжать? Ну, знаешь, вот был бы это мой дядя, я бы еще подумал. А что? Мы бы с тобой встречались на углу 4-й и 5-й авеню. А? Долго вы... Опа! Ты меня там будешь долго ждать, все они параллельные, что случилось. Вер, а это едет твой таксист из КГБ с пакетами, арестовывают нас, едут. Ну-ка, давай на кровати, на кровати встречи. О! Ну, слава богу. А я уж думал, все про Верочка, и будет мне, Верочка, передачки носить. Знаешь, когда мы тебе передачки носили, у тебя есть вина. А уже нет, я развелся. Зачем? Да не зачем, Вера, а почему? Надоело, Вера, надоело! Смотри, ну, тебе кажется, раньше все устраивало. Так это только кажется, Вера. Кажется. Хорошо, а что ты собираешься делать? А ты? А я здесь причем? Костя, это ведь ты развелся, я тебя об этом не просила. Вера, Вера, родная, Вера, выходи за меня. Вера, Вера, Вера. Я не помню. Говорила я тебя в этом вреде, я замужем. Вера, Вера, я серьезно. Я тоже серьезно. Не нужно чинить то, что не поломалось. Ты прекрасно знаешь, у меня с мужем нормальные отношения, мы живем вместе много лет. У нас друзья, у нас ребенок. Я не понимаю, ради чего нужно что-то менять. Ну, хорошо, допустим, и пусть его с него с голодности отдадут за границу. Ну, подожди, ради чего? Слушай, а действительно ради чего, а? И ради кого? Ну, конечно, какой я глупый. Я же, я же ведь не могу тебе предложить обкомовского распределителя и служебные квартиры с видом на гудзон. Да, черт возьми, а прав был треблив, прав. Женщина не прощает неуспеха. Вера, Вера, но ведь ты же не сама творила, ты сама мне говорила, что твой муж-слуга и вовсе никакого не народа только вольт-суги, только на ступеньку выше. Ну, при чем здесь это? Веду. Я не верю. Слышишь, я не верю, что ты не увидишь, что тебя волнует его карьера. И ты просто, ты просто не хочешь терять все эти удобства и все эти поездки. А я для тебя просто так, мальчик, по вызову постельная принадлежность. Наши с тобой встречи, это, да, это отношения, это дама с собачкой, но только сто лет спустя. Не знаешь, что я тебе скажу? Я в роли собачки.